Всем привет! С вами Зауральский садовод. Сегодня у нас на календаре 5 октября. Огород мой опустел, опустел совсем. Осталась небольшая кучка мусора, которую надо утилизировать и посадить зимний чеснок. Вчера приготовила грядку и займусь посадкой, скорее всего, завтра. Завтра, может быть, послезавтра. С 4 по 7 октября обычно я сажаю зимний чеснок. Ну а сегодня речь пойдет о хризантеме. Как о мультифлоре, так и корейской зимующей хризантеме. Поступает мне много очень вопросов. Поступают в комментариях вопросы. В личку мне пишут. И это такие самые распространенные вопросы о пересылке хризантемы. О том, когда ее выкапывать из грунта для последующего хранения. Когда ее обрезать и когда ее убирать на хранение непосредственно. Итак, начнем с первого вопроса о пересылке хризантемы. Спрашивают у меня, пересылаю ли я хризантемы. Как можно их купить у меня, эти хризантемы. Я отвечаю сразу. Хотя я уже неоднократно отвечала на этот вопрос в других видео. Еще раз скажу. Пересылкой хризантемы почтой, транспортными компаниями я не занимаюсь. У меня есть на это причины. И по этим причинам пересылкой я не занимаюсь. Так. На первый вопрос ответила. Второй вопрос. Когда выкапывать хризантемы из грунта? Я живу в Курганской области. Это за Уралией. Ну, кто не совсем ориентируется, я скажу, что мои соседи это Челябинская область, Сверловская область и Тюменская область. В общем, регион у нас такой далеко не южный, я скажу. И когда выкапывать хризантему из грунта для хранения в каких-то помещениях, если вы ее не оставляете в грунте. Сейчас у нас уже установились ночные минусовые температуры, практически постоянные. И самое время выкопать нашу хризантему. Выкапываем ее из грунта, пересаживаем в горшки. Горшки лучше взять примерно около 5 литров. Для хранения этого будет достаточно хризантемы. Как корейской хризантеме кустовой, так и мультифлоре. Больше не надо, ну и меньше тоже меньше. Просто неудобно будет выкапывать ее, помещать в маленький объем. 5 литров самый оптимальный размер для хранения. Если вы планируете ее прикапывать в теплице, то можно сразу пересадить в теплицу, либо опять же в горшки, а потом в горшки прикопать. Здесь как вам захочется. Если вы будете сразу из грунта пересаживать в теплицу, учтите, что рано вы ее не сможете оттуда достать. Надо будет ждать, когда уже установится теплая погода, хризантема тронется в рост. То есть черенкование у вас будет очень-очень поздним. Поэтому лучше пересадить в горшки и прикопать с горшками. Вот так вот я скажу. Кто-то скажет, для чего выкапывать корейскую хризантему кустовую. Я выкапываю маточные кусты для того, чтобы мне уже в феврале месяце начать ее черенковать. И к тому же, несмотря на то, что она зимующая считается, бывают такие сорта, которые очень привередливые, они крайне плохо зимуют. Есть сорта просто вообще беспроблемные. Они зимуют при любых обстоятельствах. Не важно, их там затопило, заморозило. Вот не важно, они хорошо зимуют. Если вы не уверены в своих хризантемах, либо вы первый, там второй год с ними занимаетесь, и у вас есть, допустим, несколько экземпляров, один заберите, а остальные оставьте в грунте. Если же вы боитесь, и у вас один всего экземпляр, лучше выкопайте, пока вы не размножите эту хризантему. Первый год лучше ее выкопайте и храните вместе с мультифлорой. Хранится она точно так же. Так, дальше, следующий вопрос. Когда обрезать хризантему? Хризантему мы обрезаем примерно за 5-7 дней до того, как мы ее будем либо укрывать в теплице, либо заносить в какое-то хранилище. Почему не следует обрезать хризантему рано? Даже если она у вас находится уже в таком состоянии, она цвела, листва уже начинают, знаете, жухнуть, высыхать, бутоны засыхают. В общем, пусть она у вас так стоит до момента, когда вы будете ее убирать на хранение. Если вы ее сейчас обрежете, а на хранение вы ее будете убирать примерно в ноябре месяце, то за это время, еще целый месяц практически до уборки, начнет расти прикорневая поросль. Пазушные почки проснутся. В общем, начнется рост хризантемы. Она у нас еще не спит в спячку, она не уходит. Она еще находится в растущем состоянии. Хоть и вот в таком вот она состоянии, кажется, что она уже все отсвела и вроде как все. Нет, она растет. И когда мы обрежем вот эти все верхушки, начинается интенсивный рост поросли. Нам эта поросль в зиму не нужна. Поэтому обрезаем ее как можно позже. Вот буквально за 5 дней можно ее спокойно обрезать до того, как вы ее планируете убирать. Обрезайте, поливайте, обрабатывайте от вредителей, обрабатывайте от грибковых заболеваний. Здесь можно обработать хлорокисью меди, то есть препарат ХОМ. Для того, чтобы никакие грибковые заболевания ни в погребе, ни в хранилище, ни весной в грунте у вас здесь не появились на хризантеме никакой плесени, чтобы не было ничего. В общем, чтобы наша хризантема была жива и здорова весной. Ну и когда мы, собственно, опускаем в хранилище. Хранить хризантему можно как в какой-то овощной яме, можно в погребе, в подвале. Я храню вообще в подполе. Когда же мы будем опускать ее в хранилище? Смотрите, допустим, если у вас это прикоп в теплице, то там делают обычно какие-то сухие укрытия. Это укрытие мы делаем непосредственно, когда ночная температура у нас уже примерно минус 10 градусов. Когда она уже у нас постоянно минус 10 градусов, у нас это обычно бывает в первой половине ноября. Может в начале ноября быть, может ближе к середине ноября установится такая температура. И в это же время мы, в принципе, ее спускаем в хранилище. Еще раз повторю, что в нашем регионе я обычно это делаю в первой половине ноября. Это может быть как первые числа ноября, так и середина ноября это может быть. Здесь все, конечно, зависит от погоды и надо смотреть на погоду. Поэтому не торопитесь ни с обрезкой, не торопитесь с уборкой. Чем дольше она у нас находится на улице, тем лучше для хризантемы. Ну, я думаю, что ответила на ваши вопросы. Есть еще и много других вопросов, которые встречаются, но они в основном единичные. А вот эти вот самые актуальные вопросы, когда выкапывать, когда обрезать и когда спускать, они попадаются очень часто. О том, как за ней ухаживать в хранилище, как ее поливать, в общем, режим вот этого хранения, это у меня все есть в роликах. Кому интересно, заходите, кто смотрит меня на ютубе, это плейлист хризантемы мультифлора. Кто смотрит меня на дзене, там называется не плейлист, а подборка. Эта подборка у меня тоже есть, хризантемы мультифлора. В общем, заходите, смотрите эти ролики. Там есть ролики обо всех этапах выращивания. Надеюсь, мое видео было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите свои комментарии, ну и подписывайтесь на мои каналы. В первую очередь я выкладываю ролик на дзен, потом выкладываю на рутуб, и в последнюю очередь я выкладываю на ютуб. Спасибо всем, кто подписывается на мои каналы. Надеюсь, что вы будете со мной и дальше. Ну а на сегодня у меня все. Вот на такой красивой ноте закончу свой ролик. Всем хорошей погоды, всем хорошего настроения и всем мирного неба над головой. Всем пока.